добрый день коллеги спасибо что нашли время и слушайте нас сейчас сегодня я хочу вам рассказать о так называемых молчащих порталах это мой собственный термин это я так придумал я так решила просто сравниваю сравниваете портала с теми которые которые широко известны я прихожу к выводу что это реально таки скромные молчащие порталы которые себе громко не заявляют но которые тем не менее являются очень ценными как с точки зрения содержания так с точки зрения доступности и так далее вот о них мало кто знает сегодня мы о них поговорим я вам расскажу об этих порталах и так прослушав вебинар сегодняшний вы начнете значительно лучше самостоятельно использовать ресурсы мало известных образовательных портал которые как я повторюсь являются не менее ценными мы прошлый раз уже обсуждали то что ну очень нужен навигатор по образовательным ресурсам сети такое количество этих ресурсов что мы о некоторых просто уже не подозреваем как о молчащих порталах они вообще мало кто знает даже существование уже забыли вот когда-то они были известны сейчас меньше и для каждого конкретного случая вот это очень важно хотя не очень ценными ценными ресурсами является для каждого конкретного случая так сказать похватишься и не знаю что делать но буквально вот вчера моя титаранка стать моя студентка вернее она тьютор у нее есть титарант который в общем-то очень любит гейм-дизайн и видеоигры компьютерные вот и у него хорошо с английским языком но больше он ничем не интересуется и вот как его дальше развивать я и сказал что ты можешь предложить ему изучать онлайн курсы по гейм-дизайну на английском языке и это это всем страшно понравилось то есть вот такая вот история что интернет предоставляет на образовательные ресурсы так сказать под любую потребность важно это важно найти эти курсы важно найти эти ресурсы для этого нужен навигатор и вот поэтому вот один из навигаторов слабо появился в этом году эту моя книжка скажу без ложной скромности мне она самой нравится вот это навигатор для титаров и преподавателей по образовательным ресурсам интернета она вести она помогает достаточно так сказать хорошо не скажу что она идеально всем помогает во всем нет конечно вот но она во всяком случае помогает найти ну хотя бы сориентироваться в пространстве интернета и найти нужны тебе ресурсы или близкие к нему более уверенно навигировать по образовательным ресурсам интернета мы с вами согласились на прошлом вебинаре с тем что да такие навигаторы нужны. И, собственно, цель моих фебинаров это помочь вам навигировать в образовательном ресурсе интернета. Еще на прошлом занятии мы договорились, что квантовать интернет удобно по образовательным порталам. Такой сложный комплекс сайтов обеспечивающих поддержку разных функций дистанционного образования. Административные, организационные, информационные, коммуникативные функции поддержки, естественно, содержательную, хранение контента, обеспечение доступа к нему, конфиденциальная защита этого контента. И, собственно, вот это и есть образовательный портал. И основная, так сказать, миссия моя, как человека, который очень хорошо много учится на иноязычных онлайн-курсах, и не только онлайн-дистанционных, на разных образовательных программах иноязычных постоянно обучающихся, это, собственно, показать вам, что полезно можно найти на иноязычных образовательных порталах, ввиду того, что частый языковый барьер сказывается слишком сильно, ну и, как бы, привычки нет и времени. Вот, я, собственно, вам в помощь. А вот сейчас мы, я хочу провести такой небольшой опрос относительно молчащих порталов. Вот, кто не знает про Курсера, про Курсера знают все, но это только теперь. Шесть лет назад о них знали очень немногие, и те, кто пытался набрать слово Курсера, кириллицей что-то найти, их упорно любой поисковик выводил на курс евро. Сейчас это совершенно не так, про Курсеру действительно знают все. А вот, что такое, вот, допустим, OCW, что это такое? Я вас прошу попытаться ответить на этот вопрос. Что это такое? Так, кто-нибудь еще что-то предложить может? онлайн-образовательный портал. Вот, платформа, да, вот это близко, да, IT-компания тоже может быть, да. Ага, так, даже есть идея подразделения Курсера. Вы видите, я надеюсь, результаты, да? А, show results, вот, ага, так, вот что мы показали. Так, очень хорошо. Так, большинство все-таки не знает, 53% просто не знает, ага, ну и понятная картина, я останавливаю вопрос, действительно, что такое OCW, это OpenCourseBA, это один из мощных образовательных порталов, портал он, портал дистанционных курсов Московского технологического института, мы с ним будем знакомиться, непосредственно, вот на моем вебинаре. Смотрите, почему, собственно, существуют вот такие вот кричащие и молчащие, это, опять же, мои, собственно, определения, можно говорить иначе, но... Так, да, только загуглить, да. Конечно, если погуглить, то OpenCourseBA вы, конечно, найдете. итак, Google знает все, как известно. Дело в том, что вот эти молчащие образовательные порталы, они, это ресурсы уровня Web1. Web1 – это совокупность технологий, да, такая методика, когда, значит, онлайн-системы проектировались без учета, без учета сетевых взаимодействий. Вот Web2.0 – это более продвинутая методика, и автор этого термина Тимо Рейли, он был на последнем откранче, вот фотография его, я сфотографировала, когда он читал лекции на пленарном заседании, такая вводная лекция. И Web2.0 – это методика корректирования систем, когда, собственно, встретились сетевые, социальные сети и технологии. И вот возможность появилась быстрого взаимодействия друг с другом в режиме реального времени, что-то дополнять, что-то вносить свое, делать систему открытой. Вот это Web2.0. И, конечно, это все моментально стало расти, и пример тому динамика движения массовых онлайн-курсов, которую мы рассматривали на прошлом вебинаре. Там был просто взрывной рост, и сейчас у нас, значит, порядка 100 миллионов слушателей зарегистрированы по всему миру на онлайн-курсы, 11 тысяч курсов предлагается, 900 университетов играет на этой поляне. Это, собственно, все произошло в течение шести последних лет. Ну, семья. Шесть с половиной, ну, семь от силы. Согласитесь, это очень мощный рост, и это все было создаётся в результате встречи, собственно, если использовать метафору, встречи социальных сетей и технологий. То, что было до Web2, это и есть Web1.0. Вот другой, более внятной формулировки мне не удалось найти. То есть, эти молчащие порталы, они почему так малоизвестны? Потому что они уровни Web1.0. Вот. И мне повезло в жизни с ними сталкиваться, просто потому, что я в дистанционном образовании с 98-го года, и я, собственно, застала ещё и рассвет этих самых образовательных порталов. Вот если посмотреть на то, где мы сегодня, что мы сегодня будем изучать, то мы будем изучать иноязычные, не рунетовские образовательные порталы уровень Web1. Я их называю молчащими, можно сказать, скромно молчащими образовательные порталы. Вот это кричащие. Мы их изучаем, мы их исследовали на предыдущем вебинаре, исследовали динамику их развития, и способ монетизации исследовали детально. Вот. А сейчас давайте посмотрим, собственно, что мы, какие порталы будем изучать. Вот они здесь приведены, так сказать, очерчены, а если посмотреть более детали, то сегодня я вам расскажу о порталах уровня Web1 ведущих мировых университетов. Ну, и не только университетов. Те порталы, где вы можете, о которых вы наверняка знаете очень мало, в частности, OpenFaceware, так сказать, порталы онлайн-курса Стэнфорда, Гарварда, Оксфорда. Там есть много чего ценного и интересного. И что там есть ценного, и как мы можем получить к этому доступ, мы сегодня и рассмотрим. Итак, давайте начнем так скромно, со Стэнфорда. Я точно не скажу, какое место в рейтинге, в мировом рейтинге университета занимает Стэнфорд, но это наверняка, так сказать, топ-10. И там есть, естественно, дистанционные курсы, портал. Сейчас, секундочку, сейчас, вот так, портал дистанционных курсов, так, скромненько онлайн, Стэнфорд и еду. Все университеты, мировые, они, когда появилась возможность использовать дистанционный формат, они начали создавать дистанционные курсы и выкладывать их в общий доступ. Я помню, что участвовала еще в 2009 году в конференции по открытому образованию, и вот, и, собственно, вклад вот этих университетов в развитие дистанционного образования очень велик. И миссия, вот сформулирована была, так, очень такая высокая миссия, то есть, возможность непрерывного обучения не только для преподавателей Стэнфордского университета, это прежде всего, да, отсюда ушло, но и для всех, кто желал бы продолжить учебу, независимо от уровня, от, значит, стадии развития карьеры и так далее. Вот такая миссия этого портала. Так, что мы там можем найти? Открытые дистанционные курсы. Не только курсы, но и программы, и программы, которые можно изучать для себя, но можно изучать с более такой прагматичной целью. Например, окончив определенный набор программ, можно получить степень магистра или доктора Стэнфордского университета. И этот путь для нас тоже не закрыт, коллеги. У нас, так сказать, есть такие мифы, которые нам правят, что это все не для нас, это дорого, или наоборот, санкции какие-то. Но это все мифы, конечно. Вы можете по результатам онлайн-обучения, если задаться такой целью, и последовательно к ней идти, вполне можете получить там степень. Но можно получить и просто, завести с профессиональными сертификатами непосредственно от этого портала. То есть, не от университета, а от портала. Это разные вещи. Вот. То есть, в чем разница? На этих порталах, точно так же, как на порталах массовых онлайн-курсов, есть две, несколько, есть разные разновидности, так сказать, документов об окончании, которые, соответственно, можно использовать по-разному. Вы можете получить сертификат от портала Курсера, EDEX, от портала Стэнфордского университета и предъявить его, допустим, при устройстве на работу или при заявке на карьерный рост. Это уже хорошо. Вот. У меня, например, есть такой сертификат, полученный от Курсера. Вернее, я получила через Курсеру, я получила сертификат от университета Калифорнии в Ирване в том, что я закончила программу обучения на онлайн-преподавателя. 14-го, 15-го года у меня есть такая бумага, что само по себе достаточно серьезно. Но есть еще программы, которые могут засчитываться в счет обучения на академических программах собственно самого университета. Там есть разные варианты. Если вы знаете об этом, то вы можете это использовать, строить свою академическую карьеру, продвигаться к степени, допустим, магистра Стэнфордского университета. Согласитесь, это звучит мотивирующе. Итак, стоимость курса для физических лиц 99 долларов. Согласитесь, не самые большие деньги, которые вполне можно вот наскрести для физических лиц. А если это группы значительно большие, то есть корпоративные клиенты, конечно, там есть. Какая тематика этих курсов? Вот она, смотрите, 14 областей знаний. Пожалуйста, тут трудно придумать что-то, почему не было бы курса на этом портале. Конечно, не везде разные, не везде там много курсов, огромный изобилие обычно сопровождает курсы, которые ориентируются на платежеспособную аудиторию. То есть по бизнесу и менеджменту они являются самыми популярными, потому что и корпоративное обучение сейчас здесь платежеспособного в этой сфере физически лица. Но, тем не менее, даже вот по очень разным, очень, так сказать, темам, включая, кстати, наше образование, там достаточно много курсов. Мы это увидим на тех, увидим несколько дальше на других порталах. Так, например, курс «Как учить математику?» Смотрите, цель этого курса зависает в видео и звук. Я постараюсь говорить медленнее, чтобы не мешать, чтобы не зависал звук. Видимо, просто я слишком быстро говорю. Смотрите, здесь цель «Помочь учителю улучшить ученический опыт общения с предметом». Смотрите, ученический опыт. Вот этот термин или образовательный опыт. Опыт обучения. Вот этот термин такой холистический очень. Это характерно для западных университетов, характерно для массовых онлайн-курсов, которые там создаются, и вообще для дистанционного образования, которое там. То есть, не в целом успеваемость улучшит, или ЕГЭ повысит, а вот именно ученический опыт, то есть в целом, то есть и контент, и его доставка, и личность самого преподавателя, и сама вот эта атмосфера курса. То есть в целом вот этот холистичный опыт надо улучшать. Это очень правильный подход. Я люблю, то есть я написала даже статью о том, что для оценки качества онлайн-курсов нужно использовать принципы анокорения. Возможно, мы поговорим об этом на другом семинаре, в другом вебинаре, как вам не будет, если полнующину на то даст добро. Итак, целевая аудитория. Все, кто помогает изучать математику, кому это нужно, и учителям, и родителям, и администраторам. Согласитесь, математика у многих проблем, и вот понять, как улучшить этот опыт, как помочь ученику влечься математикой, повысить оценки, сдать ЕГЭ, в частности, это тоже очень важно. В том числе, там предлагаются на курсе новые педагогические стратегии, педагогические, обратите внимание, не технологические, а педагогические. На базе знаний там какой-нибудь уже, значит, нейронаук, которые в последнее время совершили огромный прорыв. Вот. Математические задачи высокого качества, способы общения и, собственно, сами задачки. Вот 8 модулей по 3 астрономических часа на модуле, итого 24 часа общей трудозатраты. Стоимость 99 долларов на 10 июня этого года это 6232 рубля. Ну, в общем-то, за курс, Гарварда, это, простите, мы еще Гарвард смотрим, за курс от ведущего мирового университета это, бог есть что. Так, я параллельно свяжу за чатом. Значит, Олег Васильевич пишет, биология хорошо, а когниологии лучше. По когнитивным наукам на этих порталах курсов еще больше. Так, да, смотрите, ссылки, я постаралась снабдить всю презентацию ссылками, там, где нет ссылок, вы можете выбрать просто название этого курса, вводить, просто копировать в строку поисковика, он вам этот курс выдаст. Стэнфорд, не поняла, польешь не поняла. Так, в чем проблема с клавиатурой? Я пока продолжу, а вы пишите дальше вопросы. Смотрите, ресурсы в помощь учителям английского языка. Дело в том, что Стэнфорд это, как вы понимаете, университет с очень высоким уровнем, престижный, очень престижный университет. И, конечно, там очень много иностранных студентов, и эти студенты далеко не всегда блестяще владеют английским. Он для них не родной. Это то, что называется limited English proficiency, то есть ограниченные знания английского языка. И надо сказать, что наши российские учащиеся, их родители тоже в эту аудиторию попадают. Поэтому для наших учителей, российских учителей, этот курс, он тоже очень и очень в помощь. Вполне подходит и как для изучения языка, так и для изучения ЕГЭ. Структура достаточно сложная, четыре блока. Но здесь вы и научитесь и понимать изучающих, поймете, как совершенствовать учебный процесс и даже спроектировать и реализовать собственный план изменений совершенствования своего, значит, того, как вы ведете обучение. График индивидуальный и возможно получение сертификата. Если ссылка с ошибками, тогда напишите мне на фейсбук, я вам кину ссылку без ошибок. Так, смотрите, вот курс очень актуальный сейчас. Сейчас многие берутся учить создание смешанных и полностью онлайн-курсов. И здесь, собственно, курс так и называется от Стэнфордского университета. То есть целевая аудитория этого курса – преподаватели организации высшего образования. Уже сразу указан уровень образования, этот курс изучают те, кому нужно создавать собственный онлайн-курс или ввести компоненты обучения, если они работают по смешанной модели. Курс бесплатный. График индивидуальный, вы можете изучать в собственном темпе, ритме, возвращаться назад, так итерационно, но тут нет сертификата. Почему-то. Видимо, сертификат выдается платно, может быть, на каком-нибудь массовом онлайн-курсе, а мы сейчас говорим не о массовых онлайн-курсах, а о курсах дистанционных, доступных на этом портале. Так, А вот алгоритм создания курсов приведен из этого курса. Смотрите, мы сначала введение, конфигурация, то есть для чего мы это, как мы это видим, а потом идут цели обучения, задания, какие учебные активности под это. Вот этот курс, он на самом деле, то есть предлагает в проектировании онлайн-курсов модели так называемого backward design, обратного дизайна, такая более современная концепция, она отличается от того, что предлагают наши создатели онлайн-курсов разработчики, когда сначала требуют какие-то цели, какие-то цели заявляются, потом они привязываются к компетенциям, а к компетенциям они уже идут к критериям, вернее, к акчемным активностям потом. Здесь иначе, здесь заявляются цели и ожидаемые результаты, точная формулировка требуется, потом задания активности под этим, вернее, речь идет о критериях, измерить прогресс, степень продвижения к целям, и какие уже только потом учебные активности проектируются под вот эти цели и эти критерии. Это другой концептуальный подход к разработке онлайн-курсов, и он, мне очень нравится, потому что, на самом деле, он очень инструментальный, более понятен, там нет вот этого мостика компетенциям, которую я не очень понимаю. И здесь есть еще личностное присутствие на курсе и мотивация, то есть, как создать сообщество для поддержания мотивации у студентов. Вот это очень важно, то есть, предлагается преподавателю подумать, а как он будет, как бы, самопрезентация, какая у него будет на этом курсе, как он будет, стиль его общения, сможет ли он создать и поддержать сообщество, обучающиеся, создание сообщества сейчас это очень такой важный тренд, потому что в сообществе обучение идет быстрее за счет разных, так сказать, взаимного обучения и так далее. Вот такой вот очень современный подход к курсу. Вот про русскоязычную версию вопрос задает Лилия Николаевна. Знаете, коллеги, есть разные подходы, мы об этом поговорим, если вы не заражаете, попозже в конце презентации, если время остается, потому что моя позиция такая, вы можете изучать, если вы начнете изучать англоязычные курсы, в которых вы знаете контекст, вы хорошо знаете тему, изучаете математику, берете курс, как учить математике. Если у вас хотя бы школьные знания есть, вообще-то у вас должны быть университетские, институтские знания, на уровне университетов, институтов, вы знаете английский, вы вполне изучите, у вас будет двойной выхлоп, и английский изучите, и тему свою глубите. Можно найти тьютора помощника, поэтому, так сказать, искать русскоязычную версию этого курса, это не очень перспективно, потому что далеко не все курсы преподаются, переводятся, но есть курсы уже на кричащих порталах, я имею в виду порталах массовых онлайн-курсов, где есть русскоязычные титры. Вот три таких варианта. Но можно, я лично предпочитаю вариант сопровождения англоязычного тьютора, который знает цифровые ресурсы, знает английский язык. Итак, а вот тот самый портал OpenCourseWare, это Массачсетский технологический институт. Этот портал существует очень давно, и мы минимум лет 12. Этот портал в основном содержит курсы по естественно-научно-техническим, то есть инженерному делу, то есть STEM-дисциплины по математике, технологиям, инженерному делу, естественным наукам. Очень высокого качественного уровня. И идея эта была опубликовать в интернете материалы, пользуясь которыми люди вообще по всему свету могли бы получать качественные образовательные ресурсы. И там порядка двух с половиной тысяч курсов, они постоянно обновляются. Треть из этих курсов уже обновлены. То есть это, хотя портал старый, но курсы там постоянно обновляются, они постоянно убирают те, которые не пользуются спросом и обновляются те, которые спросом пользуются. То есть это очень серьезно, это не есть какая-то кладовка, где валяется запаленный хлам, ничего подобного. Все это очень доступно, интересно и полезно. Так, в разделе образования для нас с вами там тоже есть много чего. Здесь порядка полусотни курсов. Здесь и про политику образовательную, и про технологии 17 курсов. И обучение учебной планы, как их составить специально 7 курсов для высшего образования. То есть, если это все, то есть это понятно, что это может быть очень полезно, в частности, есть магистратура в Московском городском университете, она называется руководитель образовательной организации, вторая магистратура образовательной политики, она так и называется. Вот для тех, кто в этой магистратуре обучается, просто напрямую смотри и изучай, как это делается еще в других местах. Вот более такие, поближе к нам. User-friendly classroom, дружественный класс. Это коллекция видео, где демонстрируются лучшие практики, сценарии проведения уроков. Для чего? Для создания дружественной атмосферы. То есть, здесь вы видите, не только как бы текст читаете про то, а просто видите, как это реализуется. То есть, вот как этот опыт создается, целостный, очень позитивный опыт. Причем в классах, которые являются носителями разных языков и культур. Вот мне очень интересно посмотреть это видео, попытаться реализовать это в онлайне, потому что онлайн-аудитория, онлайн-наши слушатели, это, как правило, носители разных культур, по крайней мере, в России разные регионы различаются очень существенно по таким, не скажу, культуры-то у нас понятно, что все равно достаточно сильно отличаются. Иногда это сильнее, чем разные страны, допустим, в той же Европе. И цель-то курса для чего? Цель курса какая? Подготовить тьютеров-международников. Для чего? У нас та же самая история. В Исусетском технологическом институте очень много зарубежных студентов. Им надо помогать. С этим сейчас входить в университетскую жизнь, в академическую жизнь именно в Исусетском технологическом МИТ. С этим сталкиваются многие университеты. И в России тоже. Сейчас я знаю несколько университетов, где тьютеров привлекают, специально готовят для того, чтобы они выводили студентов в академическую жизнь, тем самым не мешали бы, не мешался бы от всех, повышалась бы мотивация и так далее. Вот, собственно, курс, этот дружественный класс направлен на то, чтобы помочь подготовить тьютеров-международников, которые помогали студентам из разных абсолютно стран, с разными культурами, часто далекими друг от друга, входить в академическую жизнь и преуспевать в обучении в Исусетском технологическом. Что смогут слушатели, закончив этот курс? Они освоят прежде всего технологию User Experience Design педагогической практики, то есть проектирование ваших курсов с позиции потребителя, с позиции пользователя, с позиции студентов. Она антропоцентрическая, эта технология, согласитесь. Нашим курсам часто не хватает, онлайн-курсам, которые лежат на НПО, допустим, часто не хватает именно вот этой антропоцентрической компоненты, чтобы получать, я это формулирую так, от курса, от обучения надо получать удовольствие. По-английски это звучит как фан. Вот этот фан, он должен быть, он редко встречается в наших курсах, хотя динамика развития нашего онлайн-образования, я сейчас говорю как эксперт на конкурсе от Crunchy World, конкурсе от онлайн-курсов, я уже три года там участвую, оцениваю курсы, я вижу, что мы очень быстро движемся, вот, так сказать, то есть этот антропоцентрический компонент нарастает, и задача наша, я считаю, должна быть поставлена так, что наши курсы должны привлекать не меньше, лучше больше слушателей, чем, так сказать, курсы западных университетов. Так вот, вот эта технология, UX-дизайн, она как раз применяется для решения комплексов проблем условий высокой неопределенности, и это вполне подходит нашему сейчас быстро меняющемуся образованию. Вот, и вы сможете что? Собственно, строить собственные стратегии, понимая ожидания студентов, вот, строить эффективные стратегии, да, потому что у вас будут критерии, озвученные на приведенных курсах видео, курсе, курсе видео, их много, лучшие практики, и вот эта вот модель UX-дизайн, да, вот тут она сама по себе достаточно интересна и сложна, вот, так сказать, есть, с ней отдельно стоило бы ознакомиться, вот такая, она инструментальная весьма. Еще один курс, вот, мы существуем технологическую, как изучать почти все на свете. Это для дополнительного образования. Вот, и здесь интересно, что, что здесь этот курс направлен на тех, кто хотел бы, как у нас, заняться, так сказать, какой-то лабораторной работой в сетевом варианте. Вот, утверждается, что это сделать нельзя, это очень сложно. На самом деле, пожалуйста, есть вот Media Lab, лаборатория, значит, учебные, как на основе этой технологии обновлять учебные мастерские, вот, как там работать. Довольно длинный курс, 14 недель, да, 2 часа в неделю, хотя всего-то 28 часов, но все равно, так сказать, достаточно долго это занимается, потому что там практическая работа, значит, 14 недель, одна тема в течение недели изучается, и вот, собственно, перечень тех тем, которые изучаются на этом курсе. Вот, здесь вы видите, что учат пониманию друг друга, учебе друг друга, то есть вы научитесь организации, так сказать, взаимного обучения, как проводить самостоятельную работу, выбирать инструменты, документировать и так далее, активности, вот, так сказать, проектирование против ремесла, то есть вообще интересная такая вот задумка, то есть либо проектируем, либо просто учимся делать что-то руками, конкретно, вот, проведение мастерских друг для друга и отчет о заключительном проекте мастерская, то есть вот такой вот не очень трудоемкий курс, но здесь очень широко, здесь очень, так сказать, широко представлено то, как можно в сетевом варианте осуществлять вот такую, как сказать, ремесленную, извините, то есть проектировать и реализовывать работу руками, фактически как такие вот сетевые чемпионаты по WorldSkills проводить. Вот это очень интересно. Курс он называется «Руководство для преподавателей MIT не только», для ориентированных преподавателей высшей школы. Здесь показаны практики, проектирование, ведение и оценивание учебного процесса на основе методических рекомендаций, которые разработаны в лаборатории преподавания и обучения мастерского технологического. Такие лаборатории есть в каждом университете западном и они, собственно, занимаются действительно совершенствованием практики обучения своих преподавателей, но не только своих. И вот эта лаборатория разработала 18 методических рекомендаций. Эти рекомендации доступны отдельно на этом курсе. Даны ссылки на исследования, которые проводились, прежде чем выдать эти рекомендации. Они не на воздухе висят, они имеют четкое, совершенно такое академическое обоснование. Приведены конкретные кейсы, то, как следовать этим рекомендациям. Это все есть и в виде текста, это есть и в записи. И даны рекомендации, как адаптировать эти рекомендации для использования в вашем университете, на местах. Понимаете, мне кажется, такая очень практическая, академически обоснованная, практическая вещь это очень дорого стоит. Поэтому я обязательно этот курс закончу, хотя еще не закончена. Так, что здесь? Естественно, три блока, общее описание, конкретные кейсы, методические рекомендации, плюс цитаты из актуальных академических исследований. Вот, например, замечательная цитата. Если курс спроектирован не слишком хорошо, он будет фокусироваться на контенте, то есть на знаниях преподавателя. Если курс правильно спроектирован, спроектирован и структурирован, то он будет фокусироваться на целях обучения студентов. То есть взаимосвязи между студентами и контентом. Вот где вы много видите таких курсов? Я лично немного видела пока. Как правило, я преподаватель, я знаю очень многое. Если вы напряжетесь, то, может быть, вы, и вы тоже что-то из моего курса поймете. Насколько хорошо вы поняли, знаю один я. К счастью, ситуация меняется, но пока это довольно часто встречается. А здесь вот эта концепция. Надо сконцентрироваться на том, чего даже достичь студенты, и на том, как мы можем им помочь это сделать. Вот такая антропоцентрическая технология. Так, Ольга Николаевна, да, для находки, для тьютера, то есть педагога, который профессионально занимается индивидуализацией, действительно находка. Здесь много такого. Надо сказать, что большая часть курсов, о которых я здесь рассказываю, они, собственно, появились в моих вебинарах, в моих презентациях, именно потому, что я постоянно перепахиваю вот это поле, кричащие порталы, молчащие порталы, в поисках того, что может пригодиться для тьютеров. Ведь особенно для тьютеров, которые работают в цифровой среде, как правило, это пригождается и тем, и этим. То есть те, которые работают в традиционной среде, и тем, которые работают в цифровой. И поскольку тьютерство, индивидуализация и цифровизация это вообще такая наша глобальная, столбовая дорога развития нашего образования, то, о чем я говорю, о чем я глубоко уверена, полезно для очень многих. Так, Дарья Константиновна пишет, что у нее зависло. Вы знаете, посмотрите, пожалуйста, у себя, с вашей стороны. Может быть, вам стоит выключить лишние вкладки, убрать и выключить видео. Если у вас, я имею в виду, выключить какие-то еще, в общем, выключить все вкладки и приложения, которые могут съедать трафик. Все хорошо. Отлично. Спасибо, Анастасия Владимировна. Итак, портал OpenLearn. Один из моих любимых порталов. Это портал... После окончания бесплатных курсов есть документы. Это зависит от курса. Но вот как вы сейчас увидите на портале OpenLearn, там курсы бесплатные, пожалуйста, бесплатный сертификат. Вот сейчас мы об этом поговорим. Так, смотрите. Открытые дистанционные курсы. Открытый университет Великобритании. Мировой лидер в области дистанционного обучения. Создан в 1969 году специально для того, чтобы дистанционно обучать массу народа, поскольку в это время проходила новая технологическая волна и постиндустриальное общество возникало. Нужно было переучивать массу народа. Под это и был создан этот университет. И поскольку они лидеры дистанционного образования, их портал OpenLearn, это тоже один из лидеров, один из самых мощных по количеству и качеству дистанционных курсов там размещенных. Более тысячи курсов разного уровня. Они бесплатные. Разные сложности по многим-многим предметам. Вот области знаний. То есть здоровье и спорта, общество, политика, право, технологии, естественно, образования и развития. И не только тут можно получить знания, но и подразвить навыки, в том числе и те когнитивные навыки, навыки о критическом мышлении, языке, поиске информации. Это те навыки, которые входят в число четырех обязательных для образования 21 века. Вы помните, это четыре сети. Что мы там можем найти? Не только курсы, но и статьи, книги, видеоматериалы. То есть огромное количество контента, который был разработан еще не только в до, так сказать, цифровую, но даже в до компьютерную эпоху 69-го года. Поскольку университет начал и долгое время развивался в тесном контакте с компанией BBC, то количество подкастов, телевизионных роликов, телевизионных аудио и очень-очень качественных по разным предметам на этом портале огромны. Постеры, буклеты всякие. И 100 курсов под образование и развитие. Они вполне доступны на этом портале. Сейчас посмотрим, какие курсы там доступны. Учимся учить менторство и тьютерство в обучении педагогики. Вот смотрите, трудозатраты всего 5 часов. Бесплатный сертификат участника. Курс там висит постоянно, приходите, учитесь. В чем там, собственно, фишка? Ну, понятно, что Яна среагировала сразу на слово тьютерство в обучении педагогики. Значит, в Великобритании в школе учащийся сопровождает ментор, поддерживает, а в университете тьютер. И здесь курс, собственно, в течение 5 часов вам доступно и убедительно разъясняется разницей между двумя позициями тьютера и ментора. И сходствами и различиями между ними. И вы, собственно, на примере уже практики британской, вы понимаете специфику позиции тьютера. Это важно для меня, для моих студентов. И, собственно, сейчас мы продолжение по этим курсам. Сможете разрабатывать стратегии поддержки тех педагогов, которые начинают, собственно, обучаться этому делу. Извините, пожалуйста. Так, и вы сможете получить сертификат. Сертификат бесплатный. Минуточку. Дальше. Смотрим. Один из интереснейших курсов на этом портале – это детство в цифровую эпоху. Уровень вводный, но этот курс равно чрезвычайно информативен для нас, потому что у нас очень мало информации. Вот было до, по-моему, 18-го года. Просто я нигде не видела информацию и каких-то материалов относительно влияния цифровых технологий на развитие обучения детей разного возраста. А этот курс, он, собственно, про это и есть. Он довольно старый, ему же лет 6. В 2018 году появились наши материалы на эту тему, а именно книги на базе исследований, проведенных Галиной Солдатовой сотоварищей. Она как раз исследовала то, как мы используем, как мы живем в России, как российские пользователи живут, обучаются и развиваются в цифровой среде. И сейчас эти книги доступны, очень интересно, всем рекомендую. Уровень вводный, вводный курс бесплатный, трудозатраты 12 часов, то есть по 3 часа в неделю, доступен он постоянно. Что вы получаете, закончив этот курс? Вы понимаете больше про цифровые технологии, которые используют дети, что именно они используют, как они используют, с какой частотой. Стоит ли по этому поводу беспокоиться, по каким конкретным поводам стоит беспокоиться, по каким нет. Предлагается проектировать какие-то, создавать возможности для излечения выгоды и способы избегания рисков. Вот и драгов стоит. Очень интересно на базе исследований, которые проводились, исследований, я повторяю, не мифов, а исследований, которые конкретно показали очень интересные вещи, в частности то, что видеоигры могут быть очень полезны, если вы хотите развивать определенный спектр навыков. Когда я писала вот этот текст, который впоследствии вылился в книгу, «Давигатор» по цифровым образовательным ресурсам, я этот курс очень подробно, не терпела, подробно его перевела и разместила в этой книге. Вот сейчас мы с вами обсудили портал OpenLearn от Открытого университета Великобритании, но есть еще портал Академия Хана, про который мы слышали. Это тоже веб-1. И там больше 4 тысяч микролекций, в основном для школы. Но кроме лекций, так также записи, беседы, интервью, по огромному количеству разнообразных тем. Все эти лекции снабжены транскриптами. Очень много чего переведено на русский язык. Есть русскоязычный сайт, который называется тоже портал Академия Хана. Его легко найти по Google. Там меньше просто курсов. Но если, я имею в виду, не все курсы переведены, если вы зарегистрированы на Академии Хана как учитель, для вас будет создан специальный виртуальный класс, куда вы можете пригласить своих учеников. Google классы на Хан Академии можно синхронизировать, что, собственно, расширяет возможности наших педагогов. Тематика. Учебные дисциплины очень разные. Карьера в колледже дальше вплоть. И лекции можно использовать как основные учебные материалы, например, лекции по структуре клетки и так далее, так и дополнительные учебные материалы, урочные и неурочные деятельности. Онлайн-курсы от Гарварда. Есть факультет дополнительного образования. Harvard Extension School. Тоже миссия высокая. Создание для любого мотивированного слушателя возможности обучаться. Эта миссия выполнима. Сейчас на сайте факультета дополнительного образования Гарварда около 800 курсов. За них начисляются кредиты, и пройти их можно с умеренную плату. У нас какая-то умеренная плата – это в масштабах, собственно, Гарварда и масштабах целевой аудитории Гарварда. Мы сейчас на это посмотрим. Тем не менее, есть бесплатные курсы. Но есть и курсы за умеренную плату. Например, американская поэзия от Mayflower до Emerson. Mayflower – это название корабля, на котором в Северную Америку прибыли первые колонисты. То есть фактически это поэзия, начиная с момента основания страны и до Emerson. Emerson – это крупная транснациональная корпорация, которая занимается, поставляет на рынок устройства, то есть электрические всякие устройства. И вот, собственно, от нуля до, то есть от основания страны до настоящего времени американская поэзия там изучается. Там есть тютерское сопровождение преподавателями Гарварда. То есть Гарвард держит вот эту планку. На самом деле, чем выше репутация университета, тем больше вероятность того, что будет сопровождаться либо преподаватель, либо тьютер курс, но, соответственно, он и стоит дороже. И вот за все это удовольствие надо платить 1000 долларов. Ну, с точки зрения Гарварда, это, наверное, меренная цена. Для нас тоже, наверное, не самая дорогая, которую, может быть, все представили. Представим, бывает существенно дороже. Например, на Курсере сейчас для корпоративных клиентов стоимость обучения 25 тысяч долларов. Это нормально. Здесь вот за 1000 долларов вы можете получить, в том числе и кредиты, и в том числе получить за этот курс курс зачтен в счет получения степени бакалавра и магистра-специалиста. Вот такой вот курс от Гарварда. Или вот бесплатный курс, открытый, пожалуйста, «Герой в античной греческой цивилизации». Это интересно, конечно, и для учителей, и для преподавателей высшей школы. И тут понятно, что нам понятен контекст. Мы знаем, кто такие греческие герои. Мы знаем, что Геркулес, Ахилл, они были герои. Даже где-то, если напрячься, мы вспомним различия между героями и титанами. И вот эти мифы древней Греции, которые мы всем читали, они составляют тот фонд, контекст, на основании которого нам будет легче разобраться в этом открытом, бесплатном курсе. Но разработали этот курс мировые лидеры в этой области, профессора Гарвардского университета на факультете классического образования. И вы, собственно, потом можете, так сказать, их трудами 3D читать и пользоваться. Есть ли подобный дистанционный курс про Россию? Я сказала, сегодня мы исследуем иноязычные молчащие порталы. Если вы хотите прорусскоязычные, то это будет предметом следующего, предметом других вебинаров. Дальше, онлайн-курсы от Оксфорда. Есть факультет дополнительного образования в Оксфордском университете, и там предлагается более 900 онлайн и дистанционных курсов. Собственно, онлайн-курсы – это те, которые чисто в формате онлайн, а дистанционные – это те, которые могут быть смешаны в формате, могут быть вебинарные курсы. Эти курсы в некоторых случаях также защитны не все, но защитные могут быть защитены в счет академических программ Оксфордского университета. Почему бы и нашим этим не воспользоваться? Пользоваться педагогом. Посмотрите, курс для начинающих, биоэтика для начинающих. Ввиду развития сейчас, как это сказать, индивидуальной медицины, развития фармацевтики, биоинженерии, биоинформатики, вот этот курс, он на самом деле очень важен. 10 недель курс разработан преподавателем международной программы Лондонского университета. Там используются очень разные методы обучения, включая дебаты с позицией, отличные от участника. Вот старинные британские университеты Оксфорд и Кембридж, прежде всего, они славны и ценны тем, что конкурентоспособности, в частности, на этом основаны, в том, что они вырабатывают навык введения дискуссии, формулирования выводов, аргументации, то есть, таких вот коммуникаций, очень, так сказать, в сложной ситуации, введения переговоров. И они поддерживают у себя, культивируют эту, извините, тавтологию культивируют, эту культуру. И поэтому их курсы, собственно, очень востребованы, в частности, поэтому. Стоимость обучения, смотрите, для жителей Великобритании это 280 фунтов, для жителей Евросоюза это 300 долларов, 300 евро, 300 фунтов, но это порядка, значит, где-то порядка 30, я не помню сейчас, сколько фунтов, но, допустим, если это 100 рублей, то это 30 тысяч. Вот, что, в общем-то, вполне реально. И обучение, ну, вы можете этот курс изучить и получить за него кредиты, и это будет стоить вам 10 фунтов, больше, чем. И еще есть онлайн-курсы от университета штата Пенсильвания. Я очень ценю этот университет, он тоже входит в топ-10 мирового рейтинга. Если вы зайдете, вот, посмотрите на этот портал, вот у него есть ссылка, то здесь приведены категории этих курсов и провайдеры, которые, то есть разработчики этих курсов, то есть огромное разнообразие этих курсов. Какие есть? Например, учимся анализировать образовательные данные и совершенствовать наши навыки в онлайне смешанном обучении. Вот эта вот работа с учебной аналитикой, цифровой след, это один из очень актуальных и мощных трендов. Об этом было многое сказано на последнем экранче, который закончился только что 2 октября. И здесь вы получите знания как теории, сбора, анализа, интерпретации, использования данных, так и опыт применения, опыт практики. И целевая практики использования этой учебной аналитики на различных образовательных порталах. Значит, целевая аудитория профессионалов онлайн-обучения, это мы с вами, учителя и преподаватели, которые используют модель Flipped Class, я лично очень ценю эту модель, и студенты университетов. Итак, вот мы с вами поговорили о молчащих по образовательных порталах. Вопрос, ну что, вот эти молчат себе и молчат, а эти кричат. А реально, на самом деле, образовательное пространство, оно едино. И поэтому молчащие порталы, они себе заявляют, они взаимодействуют вообще с кричащими порталами. Как? Молчащие порталы со своим контентом проявляют себя на кричащих порталах. Например, есть такой портал Garvard X. Это EDEX, то есть портал массовых онлайн-курсов от массовщицинского технологического, куда? Играет Garvard, вернее, EDEX – это от массовщицинского технологического, но Garvard вместе с ним, взаимодействовал как при основании EDEX, так и при поддержании. И Garvard активно размещает свои курсы на этом портале, благодаря чему они становятся известны всему миру, их потребителям массовых онлайн-курсов, MOOC-ов. И, так сказать, благодаря этому и сами курсы от Garvard, это и контент от онлайн-курсов дистанционных Garvard становится известен всей глобальной мировой аудитории. Вот про курс «Лидеры образования». Почему это актуальный курс? Курс размещен на портале EDEX, как я сказала, на существовании технологического. Это очень актуальная вообще тема. Вот в Московском городском университете есть целая магистратура, она так и называется, руководитель образовательной организации, то есть лидер образования. И здесь для таких вот лидеров образования этот курс был бы чрезвычайно, на мой взгляд, полезен. Поскольку сейчас в образовании действительно происходят очень серьезные изменения, и ближайшие десятилетия, они продолжатся, то понять, чему мы учим, как мы должны учить, где от организационной структуры наших учебных центров до физических стен, до физической организации, инфраструктуры. Это очень полезно и важно знать, как это делается вообще в мире. И опыт, и теорию. Смотрите, контент курса доступен бесплатно. А сертификат, если вы хотите, стоит 99 долларов. Я хочу подчеркнуть, что вот эта стоимость сертификата, то, что это платно, это не продажа сертификатов. Для того, чтобы получить этот сертификат, вы должны не только оплатить его, вы должны заработать право купить этот сертификат. Он, так сказать, это право оплатить и получить сертификат, получают только те, кто заканчивает этот курс на уровне «Отлично». Больше 80 баллов из 100. Вот. Извините, ради бога, сейчас вот просто совсем срочно. Вот. Из 100. То есть учиться надо отлично. Иначе ты этот сертификат не получишь. И вот этот миф о том, что там, так сказать, можно просто получить сертификат, это не очень, так сказать, правильный миф. Так, посмотрим, что еще. Оксфорд. Оксфорд тоже размещает свои курсы на портале «Идекс». Бесплатные онлайн-курсы от Оксфордского университета. Вот, например, курсы от нищеты к процветанию, понимания экономического развития. Контент бесплатный, сертификат об успешном окончании, или успешном окончании. То есть, когда вы, если вы закончите его на «Отлично». Когда и если. 49 долларов. Цена вполне приемлемая. Что по окончанию курса вы получите? Вы получите, так сказать, значительно лучшее понимание того, тех предметов, которые у нас часто обсуждают с экономистами, политологами, блогерами. Вот. Что, собственно, происходит в нашей экономике, в мировой экономике. Вот. Факторы, которые влияют, приводят, так сказать, на процветание, или наоборот, вызывают коллапсирование экономики. Какие траектории развития выбирать? В общем, конечно, такой достаточно фундаментальный курс. Но, тем не менее, изложен, как правило, вот так, антропоцентрически. То есть, никто не будет вам долго и занудно по мозгам, так сказать, долбить терминами какими-то малопонятными. Нет. Это как... Самый интерес вот в этих курсах про экономику на англоязычных порталах, это то, что примеры, буквально свежие, горячие, стекущие нашей жизни. Вот я, например, почти закончила программу на Future Learn, это тоже такой образовательный портал этого университета, он называется Digital Economy, то есть цифровая экономика. Там, как бы, экономические концепции меняются значительно реже, чем практика. И вот, так сказать, когда ты читаешь про экономические концепции, так сказать, это, так сказать, экономическое чтение, но когда ты начинаешь, когда тебе приводят примеры, иногда совершенно неожиданные, парадоксальные, понимаете, это так захватывает, просто как диктивный роман. Так, и еще, вот университет штата Пенсильвания, то же самое взаимодействие, он активно размещает свои онлайн-курсы на Курсере. Я начала учиться, собственно, в 2013 году, и первый курс, который там закончил, он так назывался, курс креативности, инновации, изменения от школы бизнеса от университета штата Пенсильвания. Курс полностью бесплатный сейчас, он и тогда был бесплатный, там был платный только сертификат, уже в 2013 году. Курс довольно давно на этом портале, он с 2013 по 2014 год, он набрал 200 тысяч, но он постоянно набирает слушателей, очень популярен, и что там изучается, что в результате получают люди, обучившиеся, понимаете, они получают понимание того, что такое творческое мышление. У нас очень много об этом говорят, понятно, что креативить – это тоже один из навыков, необходимых для 21 века, но что это такое, тем более как это развивать, ну, на этот счет много спекуляций. Но есть и серьезные курсы, то есть учебные, есть серьезные русскоязычные курсы, но вот мне очень понравился подход здесь, то есть здесь вы получите представление о разнообразии творческого потенциала, он может очень по-разному себя проявлять. Поймете, собственно, уникальность вашу собственную, и сможете различать, чем отличаются те люди, с которыми вы имеете дело, студенты или коллеги, руководители ваши, так сказать, каков их творческий потенциал. А каждый творческий потенциал у каждого уникален. Получите модели в руки, которые позволят развивать инновации, навыки инноваций, например, Intelligent First Fail, о котором я рассказываю все время студентам. То есть надо пробовать много, быстро зафиксировать результаты каждого, но быстро и много пробовать, значит, каждый раз по-новому. Пробовать разные варианты, осмысливать ценности того или иного варианта. И принцип «центр», то есть «центр» – это аббревиатура, которая шифровывается как «характер», совершенство, обладание, упорство, предприимчивость и связанность». Это модель реализации персональных изменений, которые сделают вас более приспособленными к требованиям 21 века в части творческого мышления. Вот, собственно, вся картина. Я вам изложила, что какие молчащие или скромно молчащие образовательные порталы есть, что на них можно найти, где это можно найти, и как они взаимодействуют с другими сферами образования, формируя единое образовательное пространство. Я надеюсь, что это помогло вам почувствовать себя более готовыми к навигации в этой единой образовательной вселенной. И выводы и рекомендации я бы сделала следующие. Интернет – это не только огромное поле. Раньше, когда я рассматривала массовый курс, мне казалось, что это поле. Это не только поле. Это огромный такой океан Соляриса, это вселенная, в которой живут самые разные острова, самые разные формы жизни, и они друг с другом взаимодействуют. Это очень глубокий спектр ресурсов. Они разные острова, разные формы жизни в этой вселенной взаимодействуют. Контент с одного уровня может быть использован на контенте другого, может быть использован на другом уровне. То есть если вы увидели курс, который чрезвычайно для вас интересен, но очень дорогой, совершенно не стоит отчаиваться, надо взять какие-то маркеры этого контента, который вам нужен, и искать дальше. И вы найдете что-то более дешевое, а то и бесплатное, на ту же самую тему, которая вас интересует. В этом радостное известие. И вы можете использовать и молчащие, и кричащие порталы для получения академического образования высочайшего уровня. Не надо от этого отказываться. Ничто не мешает вам, на самом деле, обучаться на антиязычных образовательных порталах. Так, а теперь, коллеги, я перейду к вкладке «Вопросы». Вопросов я пока не вижу. Но я, так сказать, молчащих от кричащих. Здравствуйте, Александр Александрович. Вы, как всегда, вместе с нами. Спасибо вам за это большое. Отличие молчащих от кричащих порталов. Кричащие порталы – это те, которые всем сейчас известны. Это те, которые являются провайдерами массовых онлайн-курсов. Это порталы, не хочется повторяться, но повторюсь, это Курсеры, это ЕДЕКС, то есть первые лидеры, лидирующие провайдеры массовых онлайн-курсов. Это Курсеры с 37 миллионов слушателей, это ЕДЕКС, по-моему, их 18, если я правильно помню. Это ЗЮТАНК, китайский портал, их там порядка 12. Это ФЮЧУЛЁН, у которого порядка 8-9. Это ЮДАСИТИ, по-моему, там тоже порядка 9. Ну и так далее. Вот это кричащие порталы, которые обеспечили 100 с лишним миллионов слушателей, зарегистрировавшихся на них по всему свету. Это примерно процентов сейчас 60. Всех образовательных, я имею процентов 60 всех слушателей, массовых онлайн-курсов. А есть скромные, скромно молчащие образовательные порталы, которые формировались раньше, они относятся, то есть там используются технологии Web1, там масса интереснейшего контента, который доступен сам по себе, если вы знаете об этих порталах, и контент, который используется для создания массовых онлайн-курсов порталами кричащими. Я ответила на ваш вопрос, Александр Александрович? На этом, коллеги, я завершаю. Спасибо еще раз большое, что вы были вместе с нами. Я вижу, что у нас было 70 человек. Как было 70, так и осталось. То есть никто не отпал в процессе вебинара. Я позволю себе сделать тот вывод, что вам было интересно. Передаю слово Пал Юрьевичу для завершения нашего сессии. Дорогие друзья, я с удовольствием прослушал вебинар Любови Вениаминовны. Надеюсь, вы тоже. Я вижу, да, я вас тоже благодарю за участие. Я вижу, здесь вопрос был ко мне. Сейчас я постараюсь решить, не уходите. Посмотрю, возможно, получится решить прямо в эфире. Одну минутку. Так, вот ваша ссылка сформирована. Так, я обращаюсь к... Сейчас, одну минутку. К Риме Гатеевне. Посмотрите, вот ваш сертификат. Я его вижу. Осталось его оплатить и приобрести, если необходимо. Вот, он сформирован. Все, кто здесь присутствовал, сначала и до кон... Ну, не сначала, а хотя бы... Пришел хотя бы за пять минут до конца вебинара, им сертификаты выданы. Так что их можно получить. Уважаемые коллеги, я надеюсь, вебинар вам понравился. И напоминаю, что Директ Академия это вебинары каждый день. Приходите, завтра у нас будет целых два вебинара, один из которых мой. Надеюсь, что они вам тоже понадобятся. Ну, что ж, понравится. Ну, что ж, всего доброго. До новых встреч в Директ Академии.